здравствуйте андрей андреич как вы смотрите на предсказание мочи глобдон своих учениях в книге отсекая надежду и страх где она предсказывала пессимистическое будущее поколение духовную деградацию человечества в связи с прохождением последних циклов 500 лет я надеюсь более внятно сформулировала да я читал книгу мочи глобдон отсекая надежду и страх также являюсь поклонником этой книги многократно эту книгу в своей жизни перечитывал не могу сказать вам следующие слова данная книга является наполовину художественным материалом так как это было эта книга была записана как бы из истории которая связана с мочи глобдой лобдон сама мочи глобдон она никогда не писала книгу и окончание книги а также некоторые истории которые описаны включая определенные обряды историю с цветной птицей эти все идеи они были полностью придуманы и опубликованы в этой книге дело в том что мочи глобдон это житель тибета которая жила очень давно она была как бы организатором и основателем тибетского мистицизма как ю она родилась после народ и это очень-очень древние времена были я могу сказать что на то время письмена не сохранялись а также большинстве своем та информация которую мы уже прочитали в виде книги мочи глобдон отсекая надежду и страх является более современной такой публикации полупопуляристической и фактически не историческая такой сказочной само упоминание мочи глобдон в тибетском мистицизме ну вызывает всегда улыбку потому что достоверно сказать что такое что такой человек когда-либо присутствовал невозможно также упоминание о сыне мочи глобдон о том где она жила но при детальной проверке оказывается не очень правдивой информации и так далее ну поэтому я могу сказать что при сказании таких при сказании конца света или при сказании каких-то тяжелейших ужасов их было очень много к радости они не себя не оправдали ничего такого не произошло поэтому можете не заморачиваться